Ну что, мне выпала эта уникальная возможность начать нашу трехдневную конференцию. И сегодня мы с вами поговорим о том, как нанимать, удерживать и адаптировать продающих менеджеров по продажам. Давайте знакомиться и помогайте мне сделать мой монолог диалогом. Расскажите, пожалуйста, из какого бы города, чем занимается ваша компания. Меня зовут Коновалова Анастасия, и я управляющий партнер консалтинговой компании Monster Ads. Почему меня можно слушать на данную тему, почему я, в принципе, об этом говорю, рассказываю? Потому что у меня есть личный опыт B2B-продаж. Я продавала сложные продукты собственникам бизнесов, которые стоили в 3-4 раза дороже рынка, и делала это максимально успешно. При этом, когда еще с позиции менеджера по продажам, я видела, насколько легко компании потерять классного продавца еще на этапе собеседования, еще до того, как он вышел в компанию. И видела, насколько сложно нашей команде было нанимать менеджеров, которые могли бы повторить успех наших топов. Это был всегда такой огромный вопрос, и на это тратились большие ресурсы. После этого я руководила, Игорь Краснодар, здорово, Краснодар, привет. После этого я руководила отделом продаж, с нуля собрала свою первую команду, и за 3,5-4 месяца мы сделали X2 на таком достаточно устоявшемся рынке по продажам. И 100% это был результат слаженной команды, подходящих людей, и вот этой синергии в отделе продаж. Если кто-то из ребят здесь, из моей бывшей команды, всем привет, вы лучшие. Вот, и после этого пришел консалтинг, начали обращаться люди с такими запросами, помоги выстроить отдел продаж, помоги нанять. Хочу, Ману, выключи, пожалуйста, микрофон, я слышу твои движения. Вот, и мы, собственно, наняли, уже создали 20 отделов продаж из разных-разных-разных ниш, начиная от онлайн-продуктов, онлайн-школ и заканчивая заводами-производителями, которые, ну, абсолютно разная специфика и онлайн, и оффлайн, поэтому опыт колоссальный. Давайте будем им делиться. Ага, давайте посмотрим, Тольятти, стартап, супер, отлично, не все 16 человек участников отписались. Давайте делитесь, откуда вы, чтобы было всем интересно и понятно, кто к нам пришел. О чем будем говорить с вами сегодня? Во-первых, о найме продающих менеджеров, о том, как выстроить HR-процессы, как оптимизировать расходы на процесс подбора кадров и как сформировать систему адаптации, чтобы менеджеры не сливались. Насколько бы потрясающе у нас не получилось выстроить CRM-систему, автоматизировать, оптимизировать, написать суперталантливые регламенты, должностные инструкции. Вот все всегда начинается, а иногда и заканчивается тоже людьми. Поэтому очень важно подобрать тех людей, которые процессы будут правильно поддерживать. И ошибки в найме – это всегда потери в деньгах или во времени. Именно поэтому первая тема под нашу общую конференцию, она посвящена людям. И давайте попробуем с вами посчитать вместе. Краснодар, ага, отлично. Давайте попробуем с вами вместе посчитать. Вот несколько фактов. HR Portal – 81% российских компаний не проводят эффективные адаптационные мероприятия из-за нехватки времени, ресурсов, невовлеченности высшего руководства. А системные программы по адаптации существуют только в 32% компаний. То есть это меньше трети российских компаний вообще в целом имеют какие-то программные адаптации. Вот еще второй факт. Если сотрудник уходит в первый год работы, то компания несет потери, превышающие затраты на его же зарплату в три раза. А 4% новых сотрудников увольняются после первого же, по их словам, ужасного первого дня. А 22% остальных в первые 45 дней. То есть когда мы ознакомились с этими фактами, было ощущение, что гостинг и достиг вот этих вот трудовых отношений. Если, ну, гостинг – это вообще очень сильно коротко. Это когда межличностные, ну, какие-то отношения резко прерываются без определения, без объяснения каких-то причин. Это когда, например, ты пришла на свидание с молодым человеком, он ушел в уборную и не вернулся. Ничего тебе об этом потом не объясни в ту ситуацию. Но не будем о моей личной жизни. В принципе, даже британские ученые проанализировали вот этот вот феномен гостинга, когда сотрудники уходят на обед и не возвращаются. Ну, то есть вот просто вот ушел покушать и не вернулся. Манвелла улыбается. Наверное, у тебя есть какая-то история на этот счет. Или все твои люди, ты просто паспорта забираешь, наверное. Так, да, скажите, Надежда, Анна, Анастасия, всем привет. Может быть, у вас тоже были такие случаи. Сегодня тот самый день, когда об этом можно рассказать, написать в общий чат. И давайте мы с вами попробуем посчитать, ну, не основываясь на тех вот данных, да, которые у нас есть, а сколько стоит для компании новичок, который ушел. Посчитаем бизнес-задачку. То есть, например, нам нужен один менеджер по продажам. Среднее количество производственных дней в 23-м году мы посчитали 21 день. Испытательный срок вместе с периодом адаптации и распаковки 3 месяца. Ну, где-то больше, где-то меньше, там, в зависимости от сложности, специфики. И мы с командой посчитали, сколько примерно тратит компания на вывод такого менеджера. Здесь у нас есть расчет и зарплата HR, такая средненькая, да, 50 тысяч, 10 рабочих дней в среднем нужно, чтобы нормального менеджера вывести. Мы посчитали, сколько стоит среднее размещение вакансий на HeadHunter, например, на SuperJob, еще куда-нибудь залить на одну площадку. Стоимость лицензии, телефонии, мессенджеры, SMS. И прикинули по ZP, взяли чисто окладную часть. И вот последний параметр, который мы посчитали, это вот, его редко учитывают, но вот если кто-то когда-то руководил отделом продаж или наблюдали за этим, вы знаете, что если в компании нет нормальной адаптации, то роб, он постоянно сидит и пытается помочь сотруднику адаптироваться, распаковаться. И мы прикинули, сколько примерно компания потратит денег на оплату робских часов в то время, когда он будет адаптировать нового сотрудника. И вот сумма получается по 200 тысяч, при том, что здесь не учтена история, что вместо того, чтобы роб объяснял новому стажеру, как нужно жить, как продавать, он мог сидеть и думать, а как бы мне еще продажи в твоей компании поднять. И это, естественно, как бы мы не учли. Есть еще скрытые затраты. Затраты здесь приведены на основе одной из компаний. Ребята занимаются созданием софта для IP-видеонаблюдения. У них большой офис в центре, правда, в центре Перми, но тем не менее. Вот примерно вот столько обходится им офлайн-сотрудник в рамках вот этого времени адаптации. Вот здесь уже у нас под 100 тысяч получается. Что еще? Как думаете, товарищи предприниматели, на что еще помимо этих сервисных всех историй компания тратит деньги, теряя деньги, выводя нового менеджера, то есть именно менеджера по продажам? Как думаете, куда у нас еще здесь смогут сливаться бюджеты и, ладно, сейчас подскажу, и не допродаваться нашим клиентам сделки? У меня была такая грустно-негрустная история, когда в один из проектов, в котором я руководила продажами, собственник бизнеса решил использовать вместо хэдхантера свое генерологическое дерево, вернее, свое семейное древо и привлечь не из хэдхантера своего специалиста, а взять вот кого-то из своих племянников. И интересная ситуация была, что конверсия моего среднего менеджера, нормального, адекватного, с которым мы уже много всего прошли, была 30%. При среднем чеке по низким продуктам 50 тысяч рублей. То есть из 100 сделок мне менеджер стабильно приносил 30 сделок, что в общей сложности давало мне полтора миллиона в мой план. Стажер-племянник со своей конверсией в 10%, как, казалось, собственнику недооцененный сотрудник, из 100 сделок приносил мне только 10 продаж. И в результате, то есть два вопроса, да, куда делся миллион и где купили те клиенты, которых мы потеряли. Пока все понятно, маякните что-нибудь в чат, я надеюсь, что пока все в норме. То есть здесь как бы основная причина, что даже несмотря на то, что я в целом позитивно отношусь к семейному бизнесу, в любом случае должна быть история с HR-воронкой. Спасибо большое, рада, что интересно. С HR-воронкой, с тем, когда ты, несмотря, неважно откуда ты кандидата привел, ты должен его провести по этим этапам и понять, что твой сотрудник, он отвечает тем требованиям, которые помогут компании продавать. И вот в результате того, что мы совершаем ошибки в найме, у нас процесс найма и адаптации начинается заново. Мы снова даем задачу HR, он снова находит, мы снова адаптируем, они снова уходят. Покушать, не покушать, не возвращаются. И это вот такой бесконечный процесс, который в себя достаточно много, в нем очень много ресурса и материального, и временного. И задача бизнеса, задача нас, как бизнес-консультантов, консалтинговой компании, найти те инструменты, которые помогут выстроить правильную систему найма и адаптации, чтобы не нести такие потери. Вот именно сегодня мы об этом говорим в рамках общей темы бережливый менеджмент. И цель моя, естественно, поделиться успешными действиями компании MonsterEats. Так, Сергей, вижу вопросы. Давайте так, я на них отвечу чуть позже. Если вопросы какие-то будут короткие, как-то супер в тему, я буду отвечать по ходу. Но вы в любом случае их задавайте, чтобы нам из тайминга не выкладываться. В каком формате мы будем с вами двигаться? Мое выступление займет 20-25 минут. Рубрика «Вопрос-ответ». Как раз-таки отвечу на ваши вопросы. И в конце тем, кто выдержит 25 минут в моей компании, мы подарим контрольный лист по тому, контрольный лист, что должно быть, прежде чем запустить процесс найма. Поехали. Итак, друзья, мы выделили 10 блоков, 10 пунктов, которые в нашем понимании вот прям вот супер влияют на успех в найме. У меня просьба, вот сейчас сфотографируйте, посмотрите на то, как это у вас выглядит. Мы в рамках сегодняшнего дня разберем несколько, несколько разберем завтра, но в итоге у нас сложится такая полноценная картина. Плюс, если где-то ответ на вопрос вы не получите, будет QR-код, можно будет записаться на консультацию и задать эти вопросы уже лично. Итак, какой очень важный момент. Костяк нашей компании – это директора по развитию, это люди, которые занимались продажами. Мы не HR-специалисты и не претендуем на место лучшего в плане найма компании. Но, возможно, именно вот эта профдеформация в плане продаж, она и дает нам возможность немножко иначе посмотреть на сам процесс найма. И мы вот составили вот такую вот таблицу, которая показывает, что в продажах и в найме очень много общего. И давайте посмотрим. Во-первых, в продажах есть лиды, в найме есть кандидаты, в продажах есть воронка-продаж, в найме есть HR-воронка, по которой те самые лиды у нас двигаются. В продажах есть продавец, желательно, чтобы очаровательный, умеющий продавать, закрывать, знающий продукт. В найме есть HR, желательно, чтобы не падающий в обморок, если кандидат адекватно спросит про конверсии на разных этапах у лучших менеджеров. В продажах есть определение CA, есть аватар-кандидата, есть квалификация клиента, есть квалификация кандидата, есть ключевой этап в воронке продаж, у нас есть собеседование, где мы уже понимаем, по пути нам или нет. Есть утепляющие точки касания, об этом будем говорить завтра, пожалуйста, приходите. И в найме есть тоже утепляющие точки касания. Есть ценностное предложение, описаны ценностные предложения, выбуждающие оставить заявку. Есть вакансия, желательно тоже продающая. В продажах. Офер клиенту. В найме выгодные условия работы. Сложность входа. Тут все вспоминаем вот эти вот сумки, которые нужно ждать по несколько месяцев. И в найме есть тестовые задания. Вот этот вот принцип и в целом идея с тестовыми заданиями, она пришла достаточно давно. Кто-нибудь читал? Здравствуйте, Юрий. Кто-нибудь читал? У Чалдини есть потрясающая книга, называется «Психология влияния». Вот там вот как раз-таки сложность. Вот Манну кивает. Мы с тобой ее, по-моему, даже обсуждали, когда встречались. Вот там как раз-таки описывается вот эта вот сложность входа. Я прям вам очень рекомендую прочитать. Отличная книга. Она потрясающая. У него, кстати, есть вторая книга. Тоже вот хранится в моей настольной библиотеке. Так. Согласны, что в найме в продажах много общего? Тоже вот это вот можно сфотографировать и вот посмотрите, как у вас вот там сейчас выстроены вот эти процессы. Все ли там так же гладко, как в продажах? Поехали. С чего начинается найм? Друзья, как думаете, с чего начинается наше путешествие по привлечению новых потрясающих продавцов, как Голки Солд Стрит? Подбор всегда начинается с составлением аватара. Так же, как и мы начинаем продавать соопределение целевой аудитории для того, чтобы в целом выстроить правильную логику коммуникации с нашим потенциальным клиентом. И аватар, вот сейчас, если посмотрите на таблицу, это профиль вакансии, которую мы создаем для каждой компании, для каждой отдельной должности. И вот аватар – это вот три вот этих вот блока, которые в правой части выделены серой. Что здесь? Личностные качества, профессиональные компетенции, навыки и жизненная позиция. Вот мы здесь оставили вот только вот супер тот костяк, который мы используем почти всегда при подборе кандидатов. И вот что здесь интересно? Что личностные качества – это как история в спорте, наверное. То есть вот мне, например, девчонке вот с такой небольшой комплекцией очень сложно себя представить в сборной по баскетболу. А вот Манвела я легко могу там представить, потому что он высокий, у него отлично, мне кажется, получится закидывать мяч в кольцо. Зато если Манвел придет на акробатику, я явно буду лучше смотреться в своих вот этих вот облеганиях. Прости, пожалуйста, ты просил, наверное, об этом не шутить. Ну, в общем, вот, то есть везде есть какие-то вот эти вот базовые принципы, которые нам помогают, которые нам помогают или, наоборот, не помогают. И вот если, например, возраст, IQ, проактивность мы можем проверить на тестовых заданиях, коммуникабельность тоже на тестовом задании, дисциплинированность. То есть мы смотрим, как человек идет по воронке продаж, а вот высокий уровень эмпатии, вот как думаете, как его можно проверить? Вообще какая-то абстрактная, да, такая непонятная история. Уровень эмпатии высокий, вот как ты его проверишь? Вот этот блок, он появился в самом уже конце, когда мы заканчивали этот вот, вот этот вот базовый такой шаблон нашего аватара, когда у меня, ну, тоже один из проектов был, в котором мы нанимали менеджера по продажам, и мы адаптировали менеджера, нанимали менеджера, который был ледорубом. То есть это первая базовая такая ступень, когда нужно просто звонить, алло, алло, вам интересно, передам тебя на эксперт, он тебя закроет. И я когда собеседовала девочку вместо с HR, вот я на нее сижу, смотрю, и вот я понимаю, что что-то не так, а вот что не так, понять не могу. И, соответственно, HR не смогла тогда, может, в силу неопытности донести вот эту вот идею, то есть почему я не хотела бы ее выводить. В итоге через, на следующий день, и там через два дня, когда она начала совершать первые свои тестовые звонки по нашей базе, и это как раз-таки совпало с тем этапом, когда в России начались вот эти вот все мероприятия, ну, вот эти вот события, а эксперт на тот момент продавала очень успешно по СНГ и по Украине в том числе, и наш горе-кандидат позвонил потенциальному клиенту в Херсон. И когда, и звонок был примерно так, алло, алло, здравствуйте, здравствуйте, слушайте, вам, ну, очень утрирую, вам интересно купить? Слушайте, я вот сейчас там, ну, в подвале, да, там нахожусь, мне неинтересно, а когда будет интересно? Ну, в смысле, когда? Ну, тоже вот всей стране интересно, когда будет интересно купить. Ну, так давайте я, может быть, вам завтра перезвоню. То есть мало того, что человек был абсолютно оторванный от, как бы, от реальности, да, вот от СМИ, там, ну, я не знаю, в какой бочке сидел человек, то есть, но там уже даже по голосу можно было понять, что человеку не то что до твоего онлайн-продукта, ему, в принципе, как бы не до большинства процессов, да, там, жизненных. И вот эта вот девушка, мне было очень там жаль, неловко, она была еще и по совместительству блогером, и она запустила достаточно такую неприятную серию, серию там постов, историс, и в итоге нашему, ну, как бы, репутация нашего эксперта, она сильно пострадала. Поэтому вот эти моменты, они очень важны, и в целом, я думаю, понятно, да, профнавыки – это все, что про профессиональные навыки, жизненная позиция, как сказал один из моих наставников, никто никогда не будет продавать лучше, чем мать с двумя ипотеками и двумя детьми. Ну, опять же, утрированно, но у человека должна быть реальная мотивация продавать, чтобы ему не нужно было объяснять, зачем ему это нужно делать. Сфоткали, листаем дальше, ну, кому было нужно, да? Да, капитан, все, листаем дальше. Итак, условно, мы поняли, кто нам нужен. Сейчас вопрос, а как его найти? Анастасия нарисовала какой-то вообще, наверное, аватар космонавта. Вот как же мне, вот куда мне вообще идти вот за таким аватаром? Во-первых, вот моя огромная боль – это вакансии, которые я читаю периодически на HeadHunter. У меня на YouTube-канале есть хорошее видео, в котором я разбираю одну из вакансий. Пожалуйста, посмотрите. Я в двух словах сейчас проговорю о том, какие есть базовые рекомендации по написанию вакансии. А кому будет интересно, можете потом написать, можем это отдельно обсудить. Во-первых, вакансию должно быть интересно читать. Спасибо, Кэп. Откройте 10 вакансий, которые есть по вашей нише, по вашей, ну, как бы близки, да, хотя бы к вам. И вот посмотрите, на какой вакансии вы начали издевать и закрывать все возможные вкладки и там заходить в Instagram, чтобы как-то отвлечься. А какую вы дочитали до конца? То есть, чем более человечно ты ее напишешь, чем больше людям захочется ее читать, тем больше вероятность, что она ставит откройка. Второе. Видели те вакансии, когда, в общем, пишут вот столько вот обязанностей обязательных, вот столько вот дополнительных требований, вот столько вот список того, что нужно делать к кандидату, и вот столько вот пишут компании о тех плюшках, которые кандидат у нас получит. Ну, точно видели. Я вот их периодически встречаю, мне прямо немножко грустно. То есть, вакансия – это как оффер, то есть, мне вообще должно захотеться туда вот оставить свой отклик. То есть, в этой вакансии нужно писать классика, грустная классика. Но хотя, кто вот к нам на проект приходит или кто, в принципе, в этом разбирается, они себе лучших ребят кадров-то отхватывают. В общем, пожалуйста, не пишите вот эти вот кучи вот непонятных вещей, то есть, только то, что вот я как кандидат готова купить. И не пишем функции, обязанности, которые не являются основными. У нас сейчас проект, ребята, очень большие, они занимаются производством и продажей дерева. То есть, у них там очень большое производство, они сейчас в Казани, в Москве открывают свои филиалы, склады. И один из участников проекта спрашивает, Анастасия, а ничего, если у нас там менеджеры периодически будут склад разгружать? Я говорю, давайте только в этом вакансию писать не будем. И, естественно, так себе ваша затея, потому что грузчик стоит 15 тысяч рублей, продавец стоит дороже, должен приносить тебе дороже. И две еще, два момента, которые тоже давайте отметим. Это дедлайн по набору сотрудников, точно как в продажах. Вот есть вот время, до которого ты должен оставить отклик. И обязательно указана заработная плата. Все еще удивляюсь, почему это есть не везде. Так, по вакансии вроде бы все. Давайте пойдем дальше. У нас еще есть несколько тем. Быстро говорю, нормально воспринимается. Мне кажется, что я вот из-за того, что переживаю, что не в тайминге, я прям стараюсь максимально быстро все говорить, чтобы нам с вами успеть все в блоке пройти. Итак, давайте посмотрим, какой у нас чек, спасибо, какой у нас должен быть чек-лист до старта найма. То есть, что у нас обязательно должно быть. Во-первых, настроенная CRM-система. Мы ведем продажи в Bittrex, кандидатов ведем там же, чтобы их не терять, чтобы автоматизировать часть процессов. Скрипт, отработки откликов, квалификация кандидата и шаблоны отправки сообщений. Вот здесь история про то, что если вот, например, мы хотим построить системные продажи, у нас есть аватар, у нас есть описанные процессы, у нас есть скрипты. Вот в найме должна быть такая же история, чтобы не было вот этой вот отсебятины, вот этой вкусовщины от самого HR, ну, от самого HR. То есть это все тоже очень важно прописать. И вот про шаблоны отправки сообщений сейчас тоже такую небольшую историю расскажу. Много-много-много-много лет назад я переехала в Петербург и начала искать себе работу. Опыт для меня был новый, потому что там в месте, в котором я родилась и там какое-то время училась, росла, развивалась, с работой было просто. Тебя многие знали, да, если ты хороший эксперт и в определенном кругу находишься. А вот Петербург была площадка для меня новая, и знакомых там было относительно немного. И при этом у меня было уже тогда хорошее должностное вот это вот мое резюме, и мне начали оставлять большое количество компаний отклики. Я в них терялась, путалась и, ну, не совсем понимала, кто вообще звонит, из какой компании. Но были одни ребята, в которых вот это вот было просто нечто. Со мной созвонился HR. Во-первых, HR позитивный, классный, все у меня спросил. И после этого началась череда сообщений. То есть, Анастасия, добрый день, вы прошли первое собеседование. Приглашаю вас на собеседование в наш офис, тогда-то, тогда-то. За три дня мне приходит карта на ту же, ну, смс-картой, как мне туда добраться. За два с половиной, три часа мне приходит уведомление, Анастасия, не забудь, куда ты там. Наше собеседование начнется тогда-тогда-то, ждем вас. Если опоздаете, ну, ваш поезд ушел. Просьба приходить заранее. И я вот на тот момент была настолько этим очарована. Я была уверена, что во мне разглядели вот того самого кандидата, вот того самого человека, который мне сделает кучу продаж. И я вот прямо вот неслась на огромных крыльях туда, чтобы вот встать в их команду. Я думала, что вот я HR покорила, и она вот мне сидит, эти смс-ки пишет. Но на самом деле это были не смс-ки, это была CRM-система, которая отправляла мне, как и пуча других кандидатов, вот такие вот сообщения. И не такая уж я была уникальная и индивидуальная. Вот. Тем не менее, мы с ними начали сотрудничать, и там очень-очень круто и продуктивно у нас с ними несколько лет совместных прошло. Вот. Поэтому критерий отправки сообщений и автоматизации, она важна, нужна. Поэтому, пожалуйста, делайте, приходите к нам, сделаем мы. Так. Должен быть HR, который готов ответить на вопросы кандидатов. Вот положа руку на сердце, насколько вот ваш HR, он вот действительно объективно компетентен, насколько он понимает вообще, что происходит по деле продаж. Он не теряется, если ему задать какие-то узкоспециализированные вопросы. Часть HR-ов, они вот достаточно далеки, в каком-то своем таком мире живут, и часть хороших кандидатов из-за этого сливается. И инструкция по выводу кандидата. И вот суть в том, что вот так вот конкуренты ваши, скорее всего, не делают. И у вас есть возможность прямо такого уникального классного кандидата под себя, ну, забрать для себя и вырастить его там руководителя, либо просто сделать классным продавцом, который будет делать для вас отдел продаж. Здесь останавливаться особо не буду. Посмотрите, пожалуйста, на эту воронку. Это наша воронка, мы ее цифровали, наша воронка найма. Нам для того, чтобы отправить оффер кандидату, нужно первоначально посмотреть 100 кандидатов. Тест, телефон, интервью, собеседование. Тут цифры все есть. И также, ну, получается, сделали вам плюшку. Вы прописали все наши этапы, которые есть в нашей CRM-системе, поэтому можете сфотографировать и на свой бизнес-процесс переложить. Итак, как думаете, как можно собрать максимальное количество откликов? Ведь если верить моей HR-воронке и вот этому процессу с тестовыми заданиями, кандидатов-то нужно так нормально, да, пересмотреть для того, чтобы хотя бы четверых нам дойти. То есть 4% всего у нас, по крайней мере, конверсия. Как думаете, вот Екатерина, Ирина, Полина, вот как думаете, что нужно сделать, чтобы у нас было кандидатов много на самом старте нашей воронки? Ну, только не все сразу. Ладно, расскажу я. Подборку купить и приглашать. ЗП-200. Супер, Юрий, молодец, отлично, хороший зарплат. Это вообще можно, в принципе, просто 500 поставить и не слушать дальше этот эфир. И так все хорошо сработает. Итак, выбрать правильные площадки для размещения. Дарья, умничка. Вот это тоже базовая вещь, с которой нужно начать. Пять площадок, которые мы здесь выбрали. Что интересно, что в зависимости от того, под какую ступень мы нанимаем менеджера, могут быть задействованы разные площадки. Например, если с хантерами, с фермерами все понятно, да, там с ребятами за 200 тысяч, 225, ну, это базовые условия. Процент у менеджеров всегда низкий оклад и хороший комиссионный. Собственно, мы им за это и платим, за их ценный конечный продукт. Я, как собственник, не готова им платить за их часы, проведенные в сером системе. Так, вернемся. Получается, что интересно, вот мы заметили, что когда мы нанимаем менеджеров на первую ступень, на ледорубу в холодный прозвон, вот хэдхантер, он не очень хорошо работает. Зато есть шикарные группы в Телеграм-канале, есть шикарные группы ВКонтакте, где вот таких ребят можно выцеплять. Поэтому тестируйте, смотрите, что лучше всего работает. В каких-то регионах работает лучший суперджок, и даже Авито, прости господи, но ее сюда не буду включать, потому что кандидаты оттуда приходят разные. И есть еще один сервис, его знаю не так хорошо, но мы на нем нанимали буквально месяц-полтора назад бизнес-ассистента в Санкт-Петербург офлайн. И шикарно себя показал сервис. У них, в общем, это площадка, которая генерирует в себе несколько других площадок. Условно, выложил в одном месте, а она разошлась по разным другим площадкам. И что интересно, что у них очень крутая техподдержка. Нормальная девочка сидит, отвечает на вопросы, и это потрясающе. Так, с площадками все. Вот сейчас я посмотрю, сколько у нас с вами уже совместного времени прошло. Нормально, мы еще успеваем. Давайте посмотрим, как проверить. Джекет называется сервис. Вот тут вот такой котик нарисован. На остальные вопросы отвечу, но чуть-чуть попозже. Будет у вас презентация, можно будет к ней вернуться и из нее информацию полезную взять. Давайте подумаем. Вот Юрий, который занимается обучением и госзакупкой. Как думаете, вот как можно проверить экспертность кандидата? У вас явно такая тоже непростая ниша. Вот что вот для этого можно сделать? Сейчас Юрий будет печатать сообщение и, наверное, меня дополнит. А я расскажу о трех... Спойлер. О трех таких базовых вещах. На какую должность? На менеджер по продажам. Я расскажу о трех базовых вещах, которые мы используем. Во-первых, это тестовые задания. У нас два тестовых задания. Первое, которое мы даем в рамках Zoom-собеседования. В режиме реального времени наш кандидат выполняет тестовые задания и два вопроса мы ему задаем на равновесие. Второе, это поведение кандидата в HR в воронке. Здесь нам помогает второе тестовое задание, которое идет с дедлайном в 24 часа. И в целом мы смотрим, уложился, не уложился, пришел вовремя, не пришел вовремя, переносил, не переносил. То есть это для нас тоже триггер. И третий момент, это звонок на предыдущее место работы. Вот скажите, пожалуйста, кто-то вообще прозванивает своих кандидатов, когда вы берете человека к себе на работу? Вот почему-то, когда девушки начинают строить отношения с молодыми человеками, людьми, вот они их инстаграммы просматривают, а вот кандидатам мы звоним нечасто. Вот Юрий вообще красавчик, он звонит, отлично, Наталья, я все отвечу. Коллеги, вот 47 человек участников, давайте включайтесь, прозванивайте, не прозванивайте своих кандидатов. Это очень важный момент. Причем, ну, тоже там расскажу о нашей оплошности. А, да, вот здесь вот, кстати, просто очень классный пример. Ох, как тут он работает. В общем, я читаю, вы верите. Это переписка с одним из кандидатов, это как раз-таки про поведение кандидатов в HR-воронке, когда специалист подтверждает то, что там, здравствуйте, через 30 минут отправлю ссылку приглашения на Zoom, и кандидат отправляет свою фотку о том, что он уже готов, он уже выстроил свет, и вот он прям вот готов с нами выйти, с нами выйти в коммуникацию. Может быть, и забавно, и этот вот календарь с кроликами на заднем фоне, это немножко смешно, но кандидат 100% красавчик, молодец, подготовился, и есть у парня заинтересованность выйти к нам. Итак, вот это скрипт, его сфоткайте, тут все понятно, его комментировать не буду. Расскажу, наверное, о такой нашей оплошности, все не любят истории успеха, вот история о том, как кто-то где-то поднакосячил, такое мы любим. Раньше мы прозванивали только кандидатов, которые были на РОПов, на бизнес-ассистентов, то есть на такие, ну, на высокие, да, достаточно должности. Менеджеров по продажам, хантеров мы тоже прозванивали, а вот лидер-рубов прозванивали не всегда, это вот те, кто на первую, на первую ступень и на холодный обзвон. Пока до какого-то момента в компанию, это был один из моих первых проектов по консалтингу, пришел, компания занимается, не скажу какая, занимается CRM-системами, настраивают CRM-ки, и мы искали туда менеджера тоже нишевого, потому что специфика, сложно долго распаковываться будет, супердолго, и мы, собственно, начали, отвлекаясь на чат, и супердолго, поэтому мы решили, что нам точно нужен профильный сотрудник, и мы нашли такого человека с релевантным опытом, и спустя несколько недель ко мне подходит этот лидер-рубов и предлагает мне купить у него базу предыдущей компании. Ну, то есть он же там поработал, он же там ее, видимо, как-то успел собрать, и я поняла, что вот такой вот момент, он максимально неприятный, так что, возможно, если бы мы позвонили на предыдущее место работы, его легкую неэкологичность мне бы удалось выявить. Поэтому прозванивайте это успешное действие. И три основных вопроса, которые нужно задать. Во-первых, какую должность занимал там Семен Семенович в вашей компании, понять, не соврал ли он нам, да, там, пришел или не пришел. Второе, как вы оцениваете работу данного сотрудника. И вот здесь вот на самом деле частенько люди говорят, что все нормально, все хорошо, и вот как бы какой-то такой негативный момент посвятить не очень хочется, а мы же по факту за ним и пришли. Мы приходим и спрашиваем там, там, Мануэл, скажи, пожалуйста, на какие моменты мне стоит обратить внимание, когда я буду брать Семена к себе в команду? И вот тут, возможно, мне скажет товарищ предыдущий работодатель, что нет-нет, да, вот, скорее всего, после майских праздников текущих вы его не дождетесь. Есть проблема у Семена вот с коньячно-шашлычными периодами и посленовогодними праздниками. И вот я либо принимаю эту реальность и вывожу Семена, либо я ищу там человека другого, в котором я буду уверена. Так, про найм. Все. У нас остается чуть-чуть времени. Я сейчас проговорю про адаптацию. В чем суть? Если мы наняли менеджеров, проделали вот эти вот все те трюки, которые я только что рассказала, но на нашей адаптации у нас нет системов, в которой обучаются менеджеры, других вот инструментов мы кандидата потеряем. Плюс вот если я, ну, уже никогда, да, приду работать менеджером по продажам, не приду никогда работать менеджером, но тем не менее, я приду и смотрю продающих, точняк. Вот Юрий вот самый внимательный человек, Наталья еще. То есть если я приду, например, на компанию и увижу, что там нет системы адаптации нормальной, нет обучения, которое мне позволит продавать, выполнять план, закрывать свои личные задачи, то я, скорее всего, из этой компании уйду. А помним, что вот первый факт, который мы вот зачитали, что только треть компании в целом имеет вот эти вот адаптационные материалы. И пять блоков, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, это будет шестой. Это CRM, это система обучения. В Bitrix24 есть шикарная история с обучением. Вот, пожалуйста, покупайте, нанимайте людей, которые вам помогут ее настроить. Есть система Plattrum, которую мы тоже очень любим. Второе. Это боевой план на испытательный срок. Третье. Это перенос в точку B и демонстрация перспектив роста. Сейчас покажу, расскажу, что имею в виду. Четвертое. Есть четкая траектория обучения. Первое. Это понятные границы. То есть что я от менеджера хочу видеть в рамках его испытательного срока. Какой план он мне должен закрыть. И обговорить, что в случае, если ты этот план не закрываешь, мы с тобой дальше не двигаемся. И это будет честно. Согласен, согласен. Тогда вам на отзывиках не будут писать всякие гадости, что пообещали там работу и не вывели человека на работу. От легкого сложного, то есть должен быть градиент входа, да, сначала какие-то базовые вещи рассказываем, потом уже более сложные вещи. И атмосфера процесса адаптации доброжелательная. Вот пример расчета. Очень какая-то базовая история. С последнего взяла. Вот если у нас Николай великолепный сделает вот столько-то продаж, заработает он вот столько вот комиссионных. Приятно? Приятно. Как думаете? С удовольствием? Николай великолепно прозванивал базу клиентов. С огромным удовольствием. Или вот, например, карта прогресса. Это тоже наше ноу-хау. О, вам не видно. Я поняла. Я сейчас включу экран, чтобы было видно. Запустить пока с экрана. Так. Давайте, мои активные участники. Юрий, Наталья. Видно экран? Маякните, что видно, пожалуйста. Ага, спасибо, Александр. Смотрите. В общем, вот это такая таблица. Это карта прогресса для нашего менеджера, которую мы создаем на первые две недели работы. Что здесь? Здесь те четкие задачи, которые он должен выполнить, начиная от регистрации в CRM-системе, заканчивая статистиками, скриптами и знакомством с компанией. И мы это сделали на базовых принципах геймификации. То есть как только я как менеджер выполняю задачку, у меня вот эта вот шкала прогресса вырастает. И если я там все быстро сделаю, я могу переходить уже ко второй неделе. Зачем это нужно? Во-первых, насколько бы классно мы не выстроили автоматизацию, обычно есть какие-то пробуксовки. И чтобы менеджер не сидел, не терялся, не терялся, ну как бы не понимал, да, там, что ему дальше делать. Вот такая вот карта, она очень сильно помогает. Вот. По информатике мне бы точно поставили пятерку. Понятно, да, в принципе? Хорошо. Итак, все. Мануэл, давай, готовься. Я заканчиваю. Заканчиваю. Кандидаты сливаются в процессе подбора. Что с этим делать? На что нужно обратить внимание? Во-первых, на экспертность HR. Вот эта больная боль меня как специалиста, который продажами занимается. Часто HR не понимают, не знают базовых показателей, не понимают, как вообще с какими-то нормативами менеджер работает. Поэтому прежде чем HR запускать процесс найма, убедитесь, что он прям понимает, о чем идет речь, какого человека он нанимает, что он знает этот должностной лист самой вакансии. Потому что продажа, это, ну, как бы найм, это продажа в обе стороны. Идем дальше. Вот кто-то спросил сайта, вот сюда мы сайт приделали. Это отзывы на поисковиках для искателей. Вот есть три такие вот базовые сайта. Это отзывик, правда, сотрудников и отзывы сотрудников. Помимо вот того, что в Фидхантере, да, у нас есть. Вот посмотрите, а что о вас пишут вообще ваши товарищи, там, кандидаты? То есть если все ок, если все хорошо, замечательно. Если есть какие-то негативные отзывы, перекрывайте их позитивными. Должна быть работа вот с таким негативом, чтобы кандидат был уверен в месте, в котором он идет. Тоже сфоткайте. Это вот три такие ключевые площадки. Но они дублируют друг друга, поэтому хотя бы в одной порядок навести, и будет хорошо. И, кстати, если там ничего нет, это тоже вопросики. А как это, там ничего нет, компания там с 17-го года продает ботинки, а ничего нет. Вот. Что у нас дальше? Вторая история – это отзывы на ваших сотрудников. Вот это история с нашими ребятами, где люди пишут. Это видеоотзывы, мы их просто за… В общем, здесь текстом мы рассказали, что говорят люди. В общем, помощь, ну, когда есть обратная связь, как ты что-то покупаешь на Азоне, всегда заходишь, вот смотришь, читаешь отзывы, так же и с кандидатами это работает. Наши ноу-хау – это лендинг HR. Для больших компаний стараемся делать всегда в рамках наших проектов. Это продающий лендинг для с кандидатом. Здесь фотки офиса, фотки корпоративов, отзывы наших сотрудников с историями успехов. Ну, вот как можно, например, не довериться вот этой шикарной Марии, очаровательной девушке, которая говорит, что развивается компания, а я вместе с ней. Ну, мне уже немножко хочется пойти работать к ней. Вот, резюме. О чем сегодня с вами поговорили. Почему важно выстраивать процессы найма и адаптации. Про аватар-менеджера и как его составлять. Прошлись по этапам воронки. Надеюсь, вы их сфотографировали. Проговорили про основные правила написания вакансии. Посмотрите мое видео на YouTube. Там вот прям еще более суперподробно. Какой должен быть список задач до запуска процесса найма. И ключевые правила адаптации для удержания менеджера по продажам. Я надеюсь, что было емко, не супербыстро. В тайминг почти уложились. Коллеги, дайте обратную связь. Вот сейчас можно задать вопросы, если они есть. Заскучал, вижу, под твоим глазом. Манвел. Так, и, друзья, что у нас для вас есть? Сейчас что нужно будет сделать? Сканируйте динозаврика, проходите на наш лендинг. Там есть эта презентация с грамматической ошибкой, которую коллеги мои подметили. Там есть контрольный лист, что должно быть сделано до начала процесса найма. И там есть форма, по которой можно оставить заявку, провести потрясающую встречу в нашей компании до 3 мая. Мы готовы провести несколько встреч для того, чтобы где-то ответить на ваши вопросы, подружиться, возможно, начать работать. Так, написать. Давайте я тогда сейчас... Дашь мне еще 5 минут? Я посмотрю вопросы, на которые... Да, конечно. И, коллеги, кстати, вот у нас в верхней части личного кабинета, вебинарные комнаты, есть такой раздел, как вопросы. Вы можете вопросы оставлять там, писать туда. И, соответственно, мы их в ленте, в общей ленте не пропустим. Поэтому, если у вас есть вопросы, пишите обязательно. Мы в рамках сегодняшней конференции обязательно, как у нас есть такое предложение, что мы в любом случае ответим на ваш вопрос. Поэтому пишите туда, и мы с удовольствием на них ответим. Ну, вы, кажется... Анастасия, вот вопрос. Так, вероятно, я пропустила. Кажется, не сказали ничего про найм сотрудников на продаже с долгим циклом. Да, этот вопрос еще в ленте был, в чате, точнее. Вопрос, я так думаю, что звучит. Есть ли особенности про найм именно сотрудников, у которых долгий цикл сделки, и, соответственно, их сложно протестировать быстро. Как их тестировать? Ну, кстати, это для нашей компании тоже актуально, потому что часто бывает так, что сотрудник... Ты за неделю его не проверишь, и за три дня его не проверишь. Понимаешь, ну, какие-то базовые навыки, да, но вряд ли он закроет несколько сделок, потому что цикл сделки там идет полтора месяца, например, два месяца иногда. Ну, хороший вопрос. Правда, по идее, сам процесс найма менеджеров, что там, ну, там, если у тебя транзакционные продажи быстрые, что у тебя долгие, он плюс-минус где-то схож. Вопрос того, что ты просто в аватаре меняешь, ну, в аватаре ты добавляешь в профнавыки дополнительные компетенции, которые тебе нужны, и ты считаешь, что они помогут менеджеру быстро распаковаться. Вопрос в том, как это протестировать. Ну, индивидуально нужно смотреть, но очень такая базовая история. Вот есть ценный конечный продукт у менеджера по продажам. То есть у вас, наверное, это сумма в договоре, которую приносит менеджер по продажам. И есть вот к этому ценному конечному продукту под продукты, которые помогут менеджеру достичь вот этого ценного конечного продукта. Ну, вот, например, я бегаю, через несколько месяцев я буду бежать в полумарафон, и я очень четко понимаю, что мне нужно тренироваться, вот столько-то бегать по дистанции, вот столько-то мне нужно бегать на скорость, да, там отрезков. Вот здесь мне нужна вот обувь, вот тут мне нужен тренер. И это вот те вот под продукты, которые мне приведут к тому, что я пробегу полумарафон без травмы и добегу вообще его до конца. И вот как раз-таки можно, ну и нужно задать вот эти вот под продукты, которые менеджер должен выполнить. Например, ладно, ты там не можешь, не может менеджер продать в рамках трех недель, но он же может, например, с базы, которая есть в компании, там, например, сделав прозвон там 100 человек, последней конверсии менеджеров, которые есть сейчас, привести, например, 5 заделов, то есть 5 подписанных предварительных договоров или предварительная дата получил от этих вот клиентов. Ну, то есть под продуктом ты же можешь это оценить? Вот. Так вот. Если правильно поняла вопрос, ответила на него вот так. Ну, можете оставить заявку и как-то индивидуально в этом. Ну, я тут добавлю, Настя, такой вот, кстати, Равиль Шакуров тоже в чате написал про то, что в таком случае, когда очень длинный цикл, надо действительно рекомендации очень хорошо проверять, реализованные проекты просматривать. Вот, то есть ту проверку, о которой рассказывала Анастасия, стоит делать еще более значительней. И там, конечно, программа мотивации обычно будет чуть по-другому. Там окладная часть идет большая, там суперпремии идут, но это вот специфика определенного бизнеса, поэтому, ну, с длинным циклом сделки. Ну, там вот именно момент проверки сотрудника, его реализованных проектов имеет прям очень большое значение. Ну, да, там, конечно, не на таком уровне идет проверка, как просто сделать звонок на предыдущее место работы. Там, ну, естественно, совсем другие правила работают. Да, я вот сейчас вопросы читаю. Коллеги, по поводу записи вебинара еще не уверены. Мы подумаем, потому что мы еще не имеем на руках там качества записи, и поэтому точно не знаем. Поэтому не ответим. Рекомендуем обязательно поприсутствовать, отложить дела. Контент реально будет полезный в течение этих трех дней. Мы специально сделали такую программу, когда можно переключиться и посмотреть, и сразу взять и внедрить инструменты в свой бизнес. Так, я смотрю по существу вопросы. Почему у аватара вашего возраста максимум 40 лет? Потому что в моменте, может быть, талант и какое-то расхождение, да, там, вот возраста, оно систему побеждает. А если мы смотрим там в средние показатели по больнице, то меньше 25 мы бы в общем бы, да, там, общую рекомендацию бы не дали нанимать. Потому что если ты, например, продаешь собственникам бизнеса, то есть у тебя коммуникация с ними не только на уровне продукта должна быть, но и на уровне каких-то еще дополнительных, да, интересов собственника. Если, например, это еще и долгий, да, цикл сделки. Если, например, у вас там дойдет диалог о, не знаю, о отдыхе где-нибудь на Мальдивах или о трекинге куда-нибудь в Непал, а ты, например, только школу закончила или там университет, тебе сложно будет поддержать эту тему, и вот этой вот массы ее не будет хватать. Почему до 40 лет? Помарочка, у меня есть несколько менеджеров, с которыми я работала лично, которые были больше 40 лет, но это исключение, чем правило. Как правило, после 40 лет большая часть людей имеет уже чуть низкий, чуть более низкий уровень энергии, чуть более они такие, я знаю, как нужно продавать, что ты меня учишь. Если у вас еще менеджер по продажам, такая, например, молодая девчонка, как я, то там тоже могут быть определенные такие вот терки. Мануэл улыбается, что ты тут расскажешь? Потому что мне за 40. Ну ты исключение, чем правило, понимаешь, и ты уже такой уже взрослый дяденька, ты к своим годам кучу всего уже сделал, а если вот, ну, менеджер работает, там, в 45 менеджер, ну, тоже есть такие вопросы. Поэтому есть вот это зрение по больнице, которое мы рекомендуем. Хорошо. Еще вопрос. Ссылочки на ВК и вот сейчас вопрос прочту точно. Ну, на YouTube ссылочку мы дали. Почему Аватара есть? Добрый день, подскажите. Так, 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 так. В продажах недвижимости лучше... Вот вопрос, но это не вопрос, скорее всего, а просто комментарий, Наталья. В продажах недвижимости лучше продавцы 50+. Ну, может быть, наверное. Анастасия, прокомментируешь этот? Недвижимость, ну, недвижка. Ну, я думаю, что это именно вторичка, да, наверное, скорее. Ну, понятно. То есть мы же и говорили, что Аватар, вот, который мы вот вывели, это, в принципе, такая средняя, ну, все про всех. Есть ниши, специфики, где там больше продают, там, например, более взрослые люди, возможно. Хотя у меня есть несколько хороших товарищей, знакомых предпринимателей. У них свои компании по продаже недвижки и в Сочи, и в Москве. Но у них такая сильно молодая команда. И поэтому это все зависит от специфики, от самого собственника, от того, каких людей он к себе притягивает. А так, наверное, да, женщина лет 50, наверное, больше у меня вызовет доверие, чем мальчик лет 25, точно. Поэтому, да, наверное, так тоже имеет место быть. И еще вопрос по поводу ВК. Сейчас я его... В презентациях... В презентации нет точных групп, Telegram и ВК. Можете конкретно их написать? Интересно протестировать. Наталья задает вопрос. Ну вот, смотрите, тонкий момент. Объясню, почему. У нас... То есть я могу дать какую-то общую рекомендацию, но, наверное, не в общем. Напишите мне в личку, потому что с ВК приходят тоже очень часто такие достаточно, ну, сомнительные, не всегда хорошие, да, там, отклики. Вот у нас, например, по последнему того... Ну, по последнему опыту у нас, наверное, из 15 ответов на нашу вакансию мы довели до собеседования одного-двоих. Но это были целевые люди. Поэтому если я вам сейчас группы назову, вы туда напишите, и вдруг вам будут приходить такие сомнительные люди, вы можете и как-то мою рекомендацию засчитать как не очень целевой. Поэтому я бы в общем таком диапазоне этого делать бы не хотела. Напишите мне куда-нибудь. Я через своего специалиста, который нас встречает за найм, вам ссылки скину, где именно мы размещаемся в последнее время.